19 декабря вся православная церковь отмечает День Святителя Николая Чудотворца. Святитель Николай считается покровителем путешественников и мореплавателей. Является одним из самых почитаемых святых в православном мире. Святитель Николай, живший в 3-4 веках, прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем-угодником. Святитель Николай считался всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих бедах прибежищем, благочестия столпом верных поборников. Христиане верят, что и сегодня он совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям. Дни памяти Николая Чудотворца 6-19 декабря – День Праведной Кончины 9-22 мая – День Прибытия мощей в город Бари 29 июля 11 августа – Рождество Святого Николая А также каждый будничный четверг Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Великий служитель и угодник Господа Николай Чудотворец известен многими чудесами своими и милосердием к людям. Он исцелял больных, спасал людей от бед и неоправданных обвинений, подавал милостыню нищим, оберегал молитвами своими мореплавателей. Рожден Великий Святой, был в Великийской области в городе Потаре. Доподлинно дата его рождения неизвестна, приблизительно это было во второй половине третьего века. Родители Николая были людьми верующими и благочестивыми, однако же Господь не дал им детей, и они усердно молились о том, чтобы послали им ребенка, обещав посвятить его службе Божьей. Молитвы их были наконец услышаны. Чудеса являл Николай еще с младенческого возраста. Во время своего крещения сам он стоял на ногах, а таинство это проходило довольно долго. Соблюдал он и посты, будучи еще малым ребенком. Довольно рано овладел грамотой и читал усердно священное писание. В юношеском возрасте принял сам священника, разряжался он мудростью. За помощью к нему приходили люди издалека, так как слава о его дарованиях очень скоро вышла за пределы родного города. Совершал Николай паломничество в Иерусалим. Поплыл он туда на корабле вместе с другими паломниками. Он был старшим в этом путешествии. Еще до отправления в путь предсказал Николай страшный шторм и гибель корабля и людей, но молитвами своими. Он смог усмирить несчастье. Спокойно прибыли они в священные земли, там Николай посетил все места святые. Во время этого паломничества хотел он уйти от мира, посвятив себя пустынной жизни. Но Господь, явившийся ему во сне, приказал возродиться к людям. Не один раз потом хотел Николай уединиться, но другая судьба была уготована ему Господом, все время останавливающим его от этого. После смерти епископа Влира этот сан передали Николаю. Господь указал на него, как на своего избранника, одному из священнослужителей во сне. Времена императора Диоклетиана 284-305 года ознаменовались христианскими гонениями. Был посажен в темницу и Николай вместе с другими праведниками. Он всячески утешал их и поддерживал, призывая к терпению. При Константине был он освобожден и возвратился в свою епархию. Характер был у Николая кроткий, был он милостив и терпелив. Однако, это не мешало ему ревностно защищать веру, крушая языческое капище и обличая еретиков. Раз даже лишили его сана за слишком яростное поведение. После был восстановлен он в своих правах, так как Господь являл доказательство того, что действует Николай от его имени. Дожил Николай до глубокой старости. Он умер в период между 345-351 годами. Мощи его оказались нетленны и источающими целебные мира. Господи, 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 услышь имя! На городской площади в турецком городе Демре возрушается огромный Санта-Клаус. Это и есть Святой Николай. Также в городе располагается церковь Николая Чудотворца. В южной части храма находится саркофаг, в котором первоначально был захоронен Святой. В 1087 году итальянцы похитили из византийской церкви около 80% мощей Святого Николая и перезахоронили их в городе Бари. После этого храм подвергался нападениям, а в дальнейшем был затоплен грязными водами реки Нирос. Но мощи Святого уже находились в безопасности. Таким чудесным образом они уцелели. По церковным источникам это произошло не случайно. Николай Угодник явился к одному из итальянских священников во сне, повелев переправить его мощью в Бари. Оставшаяся часть мощей спустя 9 лет после набега барийцев было вывезено из саркофага в демре венецианцам. Они разобрали гробницу, где нашли только воду и церковное масло, а затем обыскали всю церковь, подвергая при этом пыткам стражей. Один из них не выдержал и показал мощи, но двух других святых, предшественников святителя Николая, мученика Феодора и дяди святого Николая, который тоже был священником. Когда венецианцы уже отплывали от берега, они вдруг почувствовали благоухание, исходящее со стороны церкви. Возвратившись туда и разбив поло алтаря, они начали копать и обнаружили под слоем земли другой пол. Разрушив его, нашли толстый слой стекловидного вещества, а посередине массу из окаменевшего асфальта. Когда ее вскрыли, внутри увидели другую спекшуюся смесь металла и асфальта, а в ней находились святые мощи чудотворца Николая. Во всей церкви распространилось чудесное благоухание. Епископ завернул мощи святителя в свою мантию. Здесь же произошло первое чудо при мощах святого Николая. Пальмовая ветвь, привезенная святителем из Иерусалима и положенная с ним во гроб, дала побеги. Ветвь венецианцы взяли с собой как доказательство Божьей силы. Множество чудес совершил святой во время путешествия на корабле в Палестину, куда он поехал, чтобы поклониться святым местам. На корабле Николай проявил дар предвидения. Как-то раз Божий угодник возвестил моряков о буре. Непогода не заставила долго ждать, поднялся ветер, который бросал судно из стороны в сторону. Небо заволокло свинцовыми тучами. На корабле началась паника, но Николай успокоил моряков и обратился к Богу. Молитвы его были услышаны. Разгулявшаяся стихия, не успев наделать бед, стала утихать. Вскоре здесь же святой Николай совершил еще одно чудо. Воскресил человека. Один из матросов, поскользнувшись, упал на палубе. Увидев бездыханного товарища, моряки обратились за помощью к чудотворцу. После молитвы Николая юноша ожил. В пути корабль часто останавливался у берегов. Святитель физически и духовно врачевал местных жителей. Одних исцелял от болезней, из других изгонял злых духов. Третьим дарил утешение в скорбях и печалях. Есть предание, что во время посещения святых мест Палестины, святитель Николай решил как-то ночью помолиться в храме. Подойдя к дверям, он увидел, что одни закрыты на замок. И тут под действием чудесной силы двери сами открылись перед Божьим избранником. Но остаться служить Господу в Палестине ему было не суждено. Николай был больше нужен людям в родной Ликии. В это время в Ликийской стране оскудили запасы съестного. Население испытывало сильный голод. Бедствие принимало все большие масштабы. Но святой Николай не допустил страшной беды. Один торговец, нагрузив хлебом свой корабль в Италии, перед отплытием увидел во сне чудотворца Николая, который приказал ему отвезти хлеб для продажи в Ликию и дал за даток три золотые монеты. Проснувшись, купец действительно обнаружил у себя в руки деньги. Он счел своим долгом исполнить волю святого и отправился в Ликию, где распродал свой хлеб и рассказал о вещем сне. Святительством милосердия Николая Чудотворца К нашей стране и к нашим предкам является чудотворный образ святителя Николы Можайского. Название он получил от города Можайска Московской области, где он находился в соборном храме имени святителя. Происхождение Можайского образа восходит примерно к 14 веку. При осаде Можайска монголами в небе явилось удивительное знамение. Святитель Николай показался стоящим в воздухе над собором. В одной руке он держал меч, а в другой – изображение обнесенного крепостью храма, чем обрадовал Можайцев и напугал врагов. Неприятел был устрашен видением, снял осаду и бежал. После этого было создано почитаемое изображение угодника, благодарность за его чудную помощь. Возможно, в память этого невероятного явления чудотворца для спасения города образ называется теперь явлённым, а новые чудесные знамения утвердили за ним славу чудотворного. Воскресенье Твое Христе Спасе, Ангелы Твоя на небесе, и нас на земле спада. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода